МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Самаре эвакуировали людей из бизнес-центра ЗИМ, около 300 человек. Об этом Самар-ГИ сообщили очевидцы. Как уточнили в региональном главном управлении МЧС, на втором этаже бизнес-центра ЗИМ произошло тление офисной мебели. Погибших и пострадавших нет. В 10.36 пожар ликвидировали на площади 2 квадратных метра. Для тушения привлекались 59 человек и 18 единиц техники. В четверг в Самаре в строящемся доме по адресу Дыбенко-9 тушили пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС. Горели строительные леса на площади 100 квадратных метров. В 18.25 пожар ликвидировали, пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Для ликвидации возгорания привлекались 28 человек и 8 единиц специальной техники. В Самаре на главном стадионе провели реновацию футбольного поля и готовятся к нанесению разметки. Об этом сообщили в официальном сообществе. В этом году из-за аномальной жары у агрономов больше работы. До всходов необходимо следить, чтобы земля не пересыхала, а после появления травы за состоянием экосистемы в целом. При необходимости специалисты проводят обработку химикатами, вносят удобрения и подсевают семена. Напомним, 20 июля на стадионе состоится первый матч футбольного сезона 2024-2025 между командами «Крылья Советов» и «Зенит». С сегодняшнего дня в Самарской области ограничат движение для автомобиля общей массой свыше 3,5 тонн на участке трассы Н5 «Урал» от Сызрани до Тольятти. Это связано с увеличившейся загрузкой дороги, уточнили в региональном интрансе. Так, проезд будет закрыт по пятницам с 12 до 22 часов в сторону Москвы, по субботам с 8 утра до 2 часов дня в сторону Москвы, по воскресеньям с 12 дня до 22 часов в сторону Самары. Ограничение продлится до 1 сентября. В этот период грузовой транспорт будет направлен в объезд. Стало известно, как часто россияне пользуются услугами такси. Согласно опросу, 38% россиян часто используют такси для поездок по городу. Из них 10% заказывают такую услугу раз в неделю чаще, 27% несколько раз в месяц, 36% несколько раз в полгода, 18% раз в год и реже, 8% не пользуются вообще, 1% затруднились ответить. Большинство респондентов, 73%, заказывают такси через мобильное приложение. Нутрициолог рассказал о пользе горького шоколада. В составе плитки должно быть не менее 80% какао-бобов и порошка, а также не должно быть сахара. Шоколад помогает бороться со старением всех клеток нашего организма, улучшает иммунитет, способствует нормализации обмена веществ, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, отметил эксперт. По мнению специалиста, лакомство стоит есть в качестве десерта в первой половине дня. Это поможет нормализовать уровень глюкозы в крови. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин